Подробнее о российской пропаганде и о цене, которую за нее платит российское население, мы будем говорить с Ильей Шипелиным, журналистом, ведущим YouTube-программы «Зомбоящик». Илья, приветствую! Привет, Сакен! Привет! Давно не виделись с тобой с начала этой ужасной войны и не разговаривали. Рад тебя видеть. Ты знаешь, вот мы показали сюжет о том, сколько тратят на культурную пропаганду, на медиа. Ну, то есть главный вывод, который можно сделать, вся эта бесконечная любовь, она не бесплатная получается. Ну, конечно, не бесплатная. Иначе бы все не работало так, как оно существует. Это целый завод, целый конвейер по производству смыслов. Даже не по производству смыслов, потому что смыслов там немного, но по тиражированию одних и тех же вещей для того, чтобы они как-то оседали в головах у миллионов людей. И если бы... Ну, и вы показали только верхушку айсберга, что называется, да? А это же все держится на труде десятков тысяч человек, которые, ну вот, каждый день должны ходить на работу, должны создавать сюжеты у себя в региональных телекомпаниях, радиокомпаниях. И, конечно же, то есть если бы в какой-то момент они перестали бы получать зарплату, ну, не только бы, если бы это касалось и Станкина. Да, есть еще много разных щупалец у этого организма, то довольно быстро бы все развалилось, конечно же. Да, ну, мы сейчас можем поговорить про самых каких-то заметных или забавных персонажей, то есть артистов, которые выступают в всем этом деле. Там тоже, на самом деле, вопрос, потому что, ну, есть про Россию, про Российскую Федерацию такое выражение. Путинская Россия производит впечатление великой державы, больше ничего она не производит. Ну, это выражение было до войны, на самом деле, потому что, как показала война, и впечатление великой державы, оно довольно обманчивое, даже если говорить про создание такой репутации и имиджа. Что, в общем, за ним еще находится? Вот дальше возникает проблема, что в России еще так же хорошо институциализировано и так хорошо устроено, как воровство. И если посмотреть на госконтракты вот этих артистов, которые выступают, вот у них сейчас, ну, во-первых, на сцене актуальных артистов-то для России, которых слушают, их очень немного. То есть, в основном, это люди, которые раньше в кабаках играли, то есть, какая-нибудь группа «Зверобой», кто про нее слышал год назад. А сейчас на сцене рядом с Газмановым или с Лепсом, ну, то есть, вот это мэтр, да, так скажем. Ну, с ними кого-то нужно поставить, а многие либо отказываются, либо им западло, либо они просят очень большие гонорары. И вот появляется какая-нибудь группа «Зверобой» и прочий хлам, который пытается сделать кавер на песню группы Виктора Цоя, да, потому что ничего нового, что было бы созвучно как-то людям, они сочинить не могут. Ну, и вот получается всякий шлаг, который оказывается на сцене рядом с какими-то, ну, там, большими, да, продажными артистами, но в основном это вот какая-то херня, которую слушать невозможно. На самом деле, если бы все было в порядке у российской пропаганды, если бы люди, артисты, да, они рвались так в бой, то не пришлось бы вот какую-нибудь певицу Юту поднимать из какого-то, там, не знаю, уровня канализации до сцены на Лужниках, или там группа «Зверобой», которая выступает, ну, там, в пивниках только самых прокуренных, даже не областных, а райцентров Российской Федерации. Но вот так как подходящих артистов нет, то рядом вот с такими зубрами оказывается, ну, совсем какой-то неликвид. Мы сейчас это видим. А вот интересно, Илья, все-таки, как я говорю, это не бесплатная любовь со стороны артистов, попсы и медиа в том числе, но я обращаю внимание на то, что втрое увеличился бюджет государственных медиа, очевидно, расходы на этих артистов увеличиваются, то есть их приходится стимулировать. Я скорее о том, что где же добровольный пыл, где же вот этот энтузиазм, то есть приходится больше платить тому же Соловьеву, Киселеву, там, Скобеевой, условно, да, в этот момент. А вот непонятно, на самом деле, как это работает, потому что вообще по законам экономики должно быть не так. То есть Соловьеву теперь некуда деваться, то есть он в Италию не уедет или еще что он сделает, то есть у него другого работодателя, кроме России, один быть не может. Ну вот ему почему-то увеличивают гонорар каждый раз, ну, наверное, потому что, то есть, представляете, он же наверняка с ними ведет еще и переговоры, он рассказывает, что он перезаключает контракт с Россией один каждые полгода, и наверняка он каждый раз рассказывает, что за эти полгода он стал еще более необходим Российской Федерации, и выкручивает им руки, значит, требуя, чтобы ему повысили еще больше гонорар, иначе что он сделает? Перестанет выходить в эфир, иначе он подведет Путина и всю эту махину в такой ответственный момент, не зная, что он им говорит, но так или иначе, вот он подписывает контракт каждые полгода, и он находит какие-то, видимо, аргументы для того, чтобы выглянчивать из них все больше и больше денег. Ну вот, он же профессионал, то есть, да, он торгует такой мнимой убежденностью, то есть, он производит на каких-то зрителей впечатление, что он верит в то, что говорит, но это же и есть талант настоящего артиста, вот, больше ничего там нет, веры, убежденности нету в этом, ну, с другой стороны, наверное, ему в этом смысле европейцы помогли в чем-то, в плане искренности. Забрав у него виллы, вот на это он действительно обиделся, и вот теперь ему не жалко Италию. До этого было видно, что это очень неискренний человек, сейчас хоть в чем-то у него появилась какая-то искра, на самом деле. Да, ну вот приходится повышать им контракты, но там тоже интересный на самом деле момент, потому что я, блядь, тоже не договорил, а насколько это все работающая схема, потому что, вот, как бы, единственные нормально работающие институты в России, это институты воровства и коррупции, да, потому что, вот, Шичерина и тот же самый, ей платили 500 тысяч рублей, кажется, пару лет назад на митингах, ну, там, на днях города, чтобы она выступала, сейчас 2 миллиона, 2,5 миллиона рублей. У нее артистические навыки за это время увеличились, спрос на нее увеличился в пять раз, откуда это? Есть подозрение, что это тупо распил, да, то есть, потому что, ну, вот, с одной стороны, приятно, можно считаться, что такой патриотический певец выступает, но, конечно, слушать ее не будет, потому что у нее новых песен, востребованных людьми, нет лет 20, поэтому, скорее всего, даже вот эта штука, когда артистов нанимают, и они должны вызвать какую-то реакцию у людей, вот этот патриотический Z-подъем, но в итоге это все может заканчиваться просто тем, что они попилили деньги с организаторами, с какой-нибудь городской казной, которой нужно вот отчитаться, что она действительно патриотического певца или певица привезла на митинг, ну, в общем, понимаете, коррупция в итоге погубит, так или иначе, Российскую Федерацию, ну, я думаю, в этом смысле тоже так и произойдет, потому что слушатели по сцене из Чечериной не окажутся через какое-то время, ну, вот кроме 30 совсем сумасшедших человек, ну, может быть, не в каждом городе найдутся, но не более 30. И отпоет это все Григорий Лепс. Я, надо сказать, посмотрел, Илья, часть этого концерта, это довольно сложное зрелище. Меня одно удивляет, вот вроде бы у вас гигантские бюджеты, да, вы можете привезти там, не знаю, какую-нибудь итальянскую попсу, в конце концов, которую так любит российский народ. Но скажи, почему эти зомби, вот смотреть на Расторгуева физически больно? Это, очевидно, человек глубоко больной, которому уже все до одного места. Он даже, ну, с одинаковым лицом произносится любой текст, да. Там Лепс поменял рюмку водки на Россию маму, там у него теперь новая песня «Россия мама» поет он. То есть это люди настолько отрешенные от действительности, кажется мне. И еще вопрос, который, знаешь, это что-то из детства. Вот, знаешь, автовокзалы, кассетники, когда там ты слышал любые, вот я недавно думал, был бы жив Тальков, наверное, Талькова бы таскали по всем этим концертам. Почему же они, имея деньги, выбирают самый отборный шлак для своей пропаганды? Ну так, тоже проблема санкций, что называется. Кто будет с ними иметь дело из итальянской попсы, которая с удовольствием, ну, несколько лет назад туда бы и поехала, да, или какие-то артисты, ну, второго порядка западные, ну, можно было ездить еще в 2021 году, наверное, в Россию. В 2013 вообще шикарно можно было ездить. Сейчас это может закончиться все кэнселингом у них в странах. Ну и вообще, то есть, если ты выступаешь на таких мероприятиях, ты показываешь здесь не свои способности, творческие или профессиональные. Это также получается, как и с депутатами, которые сидят и слушают покорно речь Путина, федеральное послание его. Главное, что от них требуется, это вовремя вставать и хлопать. Вот здесь также. Главное, это показывать лояльность. То есть, не то, что когда-то последний раз сочинял песню, которая собирала миллион просмотров на YouTube. Вот один такой певец есть, и у него реально нереальные зарплаты сейчас, и он получает по 7 миллионов рублей за выступление. Это шаман. Это вот единственный продукт, который получилось создать за этот год, когда вроде бы как из всех щелей должна уже лезть вот эта патриотическая хтонь и так далее. Но вот один певец, и то он такой, строго говоря, продюсерско-выверенный продукт, и где-то вот у него что-то сошлось, и вот он автор двух песен, которые звучат в России часто из каждого тюга, но просто потому, что их засовывает туда государство, а не потому, что людям так хочется слушать. Но вот, по крайней мере, это приелось, в отличие от многого остального, что там живет. То есть, ну, качество даже не будем разбирать просто. Ну, единственное, что-то зашло, и то там для этих чиновников, слава богу, и то, сколько там грызни все возможно, если ты смотрел, у них же там целые... Есть вещи, которые там нам не видны. Ну, то есть, во время концерта завалено было бутафермой Пригожина комментарии в трансляции «Дайте снарядов Вагнеру», «Дайте снарядов Вагнеру». А там же у них своя возня между разными продюсерами, кто будет получать деньги с госконтрактов, кто отправится чесать по Донбассу. И есть там приятель Путина, бывший барабанщик группы «Земляне», который владеет русским радио, и он страшный враг этого певца-шамана. И он там везде пытается на него писать чуть ли не доносы. Вот недавно как раз появился такой донос. Видимо, это дело рук как раз этого Владимира Киселева. Поэтому... Владимира Киселева, прошу прощения. Поэтому там тоже дикие всякие вещи происходят. Они не связаны никак ни с патриотизмом, ни с каким подъемом. Но люди считают деньги, и пока у них есть возможность на этом зарабатывать, потому что война кончится, спрос на вот такую херотень, он тоже упадет. Нужно сейчас это толкать, нужно попадать в нужные каналы для сбыта этой хрени. И тогда может что-то получится. Вот сейчас мы видим... То есть через год даже будет забавно посмотреть, кто из этих артистов где-то будет до сих пор на сцене. Но вот эти трое останутся. Лепс, Расторгуев и... Ну, Газманов. Газманов при всех остается. Вот. А все остальные, наверное, их смоют уже просто-напросто чем-то из канализации какой-то волной. Газманов до конца, да. Илья, скажи, пожалуйста, вот ты в силу своей работы, увлечения своего такого своеобразного профессионального увлечения, смотреть это довольно сложно. Но, тем не менее, частый вопрос, который задают журналистам, отслеживающим зомбоящик. Как меняется риторика вот сейчас, год спустя? Конкретно я бы хотел тебя спросить. Знаешь, иногда кажется, хвост виляет собакой. Что уже не какой-то там демиург сидит по имени Алексей Алексеевич Громов или еще как-то Кириенко, который сидит и дает им нарративы, какие-то эпитеты, определенные направления. Что уже они сами их производят. Вот подтверждаешь ли ты мою догадку? И как меняется действительно их риторика вот спустя год? Да я бы не сказал, что они сами что-то сочиняют, потому что люди получают деньги. Нужно за это тоже как-то отчитываться и пользоваться наработчиками коллег. Поэтому есть, конечно, фонды, которые работают при администрации президента. Есть сам аппарат администрации президента. Вот они сочиняют какие-то нарративы. То есть, допустим, произошел, я не знаю, удар, взрыв в результате ракетного обстрела дома жилого в Днепре. И нужно сочинить какие-то версии произошедших. Вот они накидывают эти фонды. Там семь либо оправданий, либо версий, что это значит, что украинцы сами все сделали. Вот, соответственно, как бы они раскидали эти тезисы. У них получилось здесь, что они могут противоречить друг другу. Но главное, чтобы это все сходилось на то, что все не так однозначно. И, по крайней мере, в том, что это однозначно, не Россия в этом виновата. Дальше это раскидывается по телевизору, это раскидывается по программам. И просто разные эксперты должны по одному хотя бы из этих тезисов озвучить. И вот получается из этого целая такая полифоничная картина. Когда, с одной стороны, все это мог придумать человек в одном кабинете, а зато 100 голов на 10 разных каналах это повторяют, и у зрителя уже создается ощущение, ну не могут же там 100 человек, которых я посмотрел, ошибаться. А на самом деле это мнение вот какого-то там демиурга, не демиурга, но вот какого-то клерка из администрации президента или фонда при администрации президента. Поэтому что-то работает так. Ну то есть вот у меня спрашивают периодически, а как люди вроде Бориса Надежнина, такой бывший депутат либеральный, но который сейчас работает просто экспертом, который по телеканалам мотается, он позволяет себе иногда какие-то, ну или антивоенные речи, или довольно разумные высказывания о том, что война бессмысленна для Российской Федерации, и ее никак положительным образом уже нельзя закончить, тем более для населения, то есть для Путина. Там, ладно, он как жил в своем бункере, так и будет жить, допустим, если не дойдет дело до суда или трибунала, или там удара табакеркой. Но вот у него жизнь никак не изменится. У обычных россиян за жизнь... Ну вот он может, позволит этот Надеждин произнести такие слова. Но и такая вырезка дальше начинает ходить по интернету. И у зрителей, ну в смысле у пользователей, в том числе из Украины и из России, у них создается впечатление, ого, россиян начали к чему-то такому готовить, потому что вот дали такому прозвучать по телевизору. А я смотрю эту программу целиком, и я дальше вижу, что происходит с этим Надеждином. То есть он минуту отчитает власть в России, а дальше его вся студия начинает кричать на него, шикать. И у зрителя, который смотрит целиком, создается впечатление, что вот эта вещь, которая прозвучала, и пока она звучала, она была разумной, дальше начинается такое унижение его и фактически этих слов, что у зрителя создаётся впечатление, ну раз его там 10 человек так закрикивают и ведут себя с ним, как будто он полное ничтожество, значит это никак не может быть правдой. И это психологически так должно работать. Вот, поэтому нет, там звучат разные вещи, но в этом прикол вот этого махины телевидения, когда вот там десяток человек сидят в одной программе, но программа придумывается там одним-двумя сценаристами. И эти сценаристы пишут, ну то есть выходят разные программы под разными названиями, с разными гостями, но они идут по одному и тому же сценарию там и как бы на первом канале, на втором канале, на НТВ, на ТВЦ, вот, но при этом там может быть как. Вот отличаться слова разных гостей между друг другом, они с разной интонацией крика могут там что-то орать на Украину, но тем не менее, в общем, нет, я думаю, это как-то до сих пор управляется. Пока что вот много вещей сломалось в России, но вот пропаганда в разнос пока не пошла. Я думаю, там тоже кризис не за горами, и это мы все еще увидим. И он будет лежать, прежде всего, в сфере того, что людям будет сложнее бороться за деньги между собой и, конечно, за близость к телу людей, которые их распределяют. То есть тут тоже все погубит коррупция, я думаю, и желание заработать. Спасибо тебе большое, но единственное, как-нибудь надо нам с тобой еще поговорить о том, что будет потом, хотя бы пофантазировать, потому что иногда, знаешь, мне кажется, что как спокойно программа «Время» 80-х годов перекочевала в 90-е, и очень многие телевизионные гуру на самом деле были сотрудниками советской пропаганды. Может быть, не такой она была страшной, как сейчас кажется, по крайней мере, в 80-х годах. Но вообще будущее российских пропагандистов – очень интересная тема. Но это в другой раз. Ну и как и вообще наше будущее, и там в нем… Чем же закончится судьба вот этих вот персонажиков, да? Будет любопытно и порассуждать, поэтому зови, как в любой момент. С удовольствием позову и поговорим. Спасибо тебе огромное. Илья Шепелин, журналист, ведущий YouTube-программы «Зомбоящик», был гостем нашего эфира. Говорили мы о российской пропаганде и о тех миллиардах, которые российские налогоплательщики, рабочие люди, госслужащие, учителя, врачи без собственной воли тратят на обман и манипуляции.